Киев передаст США секрет российского гиперзвука Армии и войны, военные технологии 25 апреля 13.15 Киев передаст США секрет российского гиперзвука Украина снимает с себя обязательство хранить военные тайны времен СССР Дмитрий Родионов Комментариев просмотров 9466 Фото, Станислав Красильников ТАСС материал комментируют Андрей Манойло Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений в рамках СНГ о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны и изобретений времен СССР и о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы экономического союза Выход из договора об экономической статистике, в свою очередь, связан с переходом Украины на стандарты Евросоюза Что касается договора о неразглашении секретных изобретений Советского Союза, то соответствующий документ был подписан 4 июня 1999 года Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном Стороны обязались обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, созданных в бывшем СССР, сообщает РИА Новости Отмечается, что отказ от хранения межгосударственных секретов о советских изобретениях связан с отсутствием в рамках СНГ правовых отношений в этой области Киев считает, что соглашение 1999 года устарело Таким образом, украинское правительство продолжило выходить из всех официальных договоров СНГ Ранее с 1 апреля перестал действовать денонсированный осенью базовый договор о дружбе между Украиной и Россией Читайте также В КНДР появился Искандер с ядерной боеголовкой Американские эксперты считают, что северокорейские инженеры получили доступ к российскому ракетному комплексу в Алжире Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ По его словам, Киев внимательно посмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ И выйдет из тех, в которых найдет хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто В настоящий момент все контакты по линии Содружества осуществляются через украинское посольство в Минске С начала 2019 года Украина прекратила свое участие в почти 10 договорах Содружества В том числе, в соглашении, регламентирующем отношения в оборонной сфере Кроме того, страна вышла из состава координационных органов СНГ Напомним, в прошлом году разразился скандал, связанный с поставками ракетных технологий в Северную Корею Тогда американская газета The New York Times в статье «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом» Предположила, что достижения КНДР в испытании межконтинентальной баллистической ракеты Могут быть связаны с приобретением двигателей украинского завода «Ижмаш», имеющего исторические связи с российской ракетной программой Во времена Холодной войны Днепропетровский завод производил достаточно широкую номенклатуру, в том числе, военной продукции Например, двигатели для самых мощных в советском арсенале ракет Р-36М, по классификации НАТО СС-18 После распада СССР «Ижмаш» оставался одним из основных производителей ракетных комплексов для России Которая продолжала получать украинские детали и комплектующие для своих стратегических комплексов до 2014 года Американская газета упоминала, в частности, двигатели РД-250, которые могли попасть в КНДР Эти двигатели, хоть и были разработаны на российском «Энергомаше», до 2001 года выпускались на украинском заводе В правительстве Украины статью «The New York Times» раскритиковали и назвали провокацией Тем не менее, президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турченову Руководителям «Южмаша» и представителям комиссии по экспортному контролю расследовать информацию о возможных поставках двигателей в КНДР О результатах расследования ничего не известно При этом американцы отнеслись к сообщениям достаточно серьезно Стоит отметить, что Украина ранее неоднократно обвинялась в поставках оружия, в том числе, террористическим группировкам на Ближнем Востоке Легальная же распродажа советского наследия, в том числе и авианосцев в Китай ушла полным ходом с начала 90-з Что же получается, что теперь Киев имеет возможность совершенно легально распространять советские военные разработки? Понятно, что не в КНДР, это запрещено всем по решению ООН, но есть и другие желающие Например, те же американцы, которые хотели бы получить такие разработки для того, чтобы догнать Россию там, где они отстали Украина принимает решение о денонсации документов, регулирующих отношения с РФ и СНГ пачками Напоминает обозреватель ИА, военный эксперт Юрий Селиванов Нельзя исключать, что в одном из таких пакетов оказалось и это Они полностью обнуляют договорную базу этих отношений Начиная с Большого договора, уничтожая тем самым основу для нормализации отношений и усиливая уровень конфликтности Что полностью отвечает основной цели существования антирусского проекта Украина СП, если изобретения были засекречены, то, видимо, какие-то из них касались военных технологий Что это может быть? Документация по баллистическим ракетам на Южмаше Что еще? Почему эти секреты не были вывезены с Украины сразу или позже, как ядерное оружие? Невозможно было вывезти из Украины все Ядерные боеголовки вывозились согласно Международным соглашениям о безъядерном статусе по Советских Республик Все остальное осталось в собственности Украины Да и как можно вывести документацию, которую могли просто скопировать? Наверняка, речь идет главным образом о военных технологиях Украинские сенокосилки Америку вряд ли могут заинтересовать А военные разработки в СССР были настолько передовыми, что их инновационный потенциал не исчерпан и по сей день Пример, советский палубный истребитель Як-141 30-летней давности сегодня является предметом гордости американских военно-морских сил под обозначением F-35B Американская фирма Lockheed Martin купила пакет документов этого самолета после развала СССР Кстати, купила в РФ Что касается Украины, то если там хорошо помести по Сусекам, то можно еще много чего накопать Например, в Одессе была военная КБ «Аистан», которая разработала уникальную технологию модернизации артиллерийских боеприпасов под управляемые снаряды с мгновенно изменяемым вектором движения На тот момент, 2010 год, аналогов в мире не было СП, в прошлом году был скандал, связанный с продажей ракетных технологий с Южмаша в КНДР Действие договора не помешило Киеву навариться на секретах А до этого, в 90-е, Китаю продавали советские разработки Что изменится теперь? Будут продавать в открытую Увеличится масштаб Не думаю, что масштаб существенно увеличится Сливки с этой темы давно сняты Правда, занимались этим местные правящие хапуги с нижесредним образованием Допускаю, что если этих займутся американские спецы, результат может быть существенным Недаром же в состав правления Украбаранпрома в прошлом году был включен бывший директор американского агентства ДАПА Отвечающего за разработку принципиально новых военных технологий в США Не исключаю, что именно под него и было принято решение о денонсации соглашения об охране секретов Особенно это интересно американцам потому, что они существенно отстали от РФ в некоторых ключевых сферах разработки оружия И наверняка хотели бы сократить это отставание путем раскопок в украинских архивах И покупки соответствующих знаний СП, то есть американцы могут воспользоваться нашими технологиями К примеру, теми, которые позволят им догнать Россию в некоторых технологиях, в частности, гиперзвука Какими-то технологиями, если они их найдут, типа вышеуказанной технологии управляемых артснарядов, наверняка да Что касается гиперзвука, тоже да Но только в том случае, если элементы этой технологии, уходящие корнями в советское прошлое, разрабатывались на Украине СП, какие еще страны могут заинтересоваться, и насколько это невыгодно для России Заинтересоваться могут многие Например, Китай Но США жестко держит Киев на коротком поводке И не позволит торговать, чем и куда попало Возможные потери и проблемы РФ из-за данного решения Украины вряд ли будут значительными Они это секрет начали продавать с первого дня своей незалежности Например, Украина открыла для США сверхсекретный комплекс военной спутниковой разведки под Одессой еще в 1992 году Хотя, конечно, все зависят от того, насколько критичными для уязвимости современных российских боевых систем окажутся отдельные американские находки на Украине Но в целом драматизировать эту ситуацию я бы не стал Украина торгует своим военным наследством уже 30 лет, но пока ничего сверхъестественного на гора не выдала Ну, разве что, вооружила Китай авианосцами Причин того, что это происходит именно сейчас две, считает профессор МГУ им МВ Ламана Сова, доктор политических наук Андрей Манойло Во-первых, украинская власть рассматривает свой выход из любых договоров, подписанных прежде с Россией Как демонстративное проявление враждебности по отношению к своему северному соседу Именно поэтому они вышли из договора о дружбе, об СНГ и Т.Д Видимо, раз дело дошло о договоре о секретах СССР, других уже не осталось Вторая причина более серьезная В последнее время стали массово всплывать сведения о нелегальной продаже Украины ракетных двигателей и технологий КНДР, за счет которых Северной Корее удалось таки сделать свой собственный носитель Раз уж это стало явным, украинские власти пытаются как-то себя защитить от перспективы международного уголовного преследования Вот и разрывают договор о нераспространении военных секретов СССР Типа, мы же его разорвали и теперь никому ничем не обязаны И поди проверь, секретные технологии украинцы продали КНДР до момента разрыва договора или уже после СП, что еще интересного из советских секретов может оказаться на Украине Это может быть все что угодно, вплоть до технологий производства баллистических ракет Оборонно-промышленный комплекс СССР имел колоссальный потенциал, и научный, и опытно-конструкторский, и производственный, на Украине После развала СССР все это там и осталось и вскоре было продано китайцам, корейцам и американцам новыми украинскими демократами по самой дешевой цене СП, почему в свое время эти разработки не вывезли с территории незалежной Не понимали опасности их неконтролируемого распространения Не вывезли эти технологии в силу бардака Хорошо, что хоть ядерное оружие вывезли На минуту представьте, что было бы, если бы тактическое ядерное оружие попало бы в руки бандеровцам И принципиальной невозможности все это собрать и увезти Эта технология, горы документации, люди В 90-х и в начале 2000-х России было не до этого Да и никто не предполагал, что с Украиной может случиться такое, как сейчас СП, что изменится теперь Увеличится масштаб явления Масштаб, я думаю, не увеличится Вес, что могли, уже продали Китаю и КНДР А США вообще отдали даром или за взятки Зеленский покажет Путину, как пенсионную реформу проводить Сумеет ли новый украинский лидер обеспечить старикам достойную жизнь СП, американцы могут чем-то заинтересоваться Возможно, технологиями, позволившими нам создать свой гиперзвук Да, возможно Они активно интересовались и продолжают интересоваться советскими разработками Что касается игр в догонялке То у США есть свои гиперзвуковые технологии Не менее продвинутые Только они их так не пиарят, как мы Гиперзвук не идеальное оружие У него есть свои сложности и ограничения по применению Современную войну одним гиперзвуком не выиграешь СП, можем ли мы как-то остановить расползание по миру советских секретов? Остановить не можем Единственное, чем мы можем на это ответить Продолжать развивать свои технологии И обеспечить с помощью них прорыв в завтрашний день Так, чтобы украденные украинцами советские технологии стали днем вчерашним В сфере военных разработок Как и везде сегодня Надо работать на опережение СП, с приходом Мазеленского Курс на выход из всех договоров по СНГ Равно как и из самого СНГ Продолжится? Или там уже выходить особо неоткуда? Там отовсюду уже вышли Но даже если какой-то договор забыли Зеленский, скорее всего, будет делать то же самое То есть в принципиальном ключе ничего не изменится Новостью Украины В штабе Зеленского заверили Что он не станет раздавать землю и граждан Кризис на Украине Венгрия предложила Польше разделить Украину